Начали планерное совещание с кадровых перестановок. На должность директора Департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи назначена Милена Попова. Перед новым руководителем глава города ставит задачу проверить все муниципальные предприятия курорта, а также инициировать аудит, оценить финансовое состояние компании. Это касается и САХА, и Сочи Автотранса. Кстати, кресло руководителя муниципальной компании-перевозчика теперь будет занимать Алексей Пулуэктов. Конечно, я проверю автобусы, в каком они состоянии. Задача была одна. Автобусы с Сочи Автотранс должны выйти на линию все. И в хорошем состоянии. Покрашены. Если там попорвали салоны, там навести порядок. То есть техническая часть должна быть в идеальном состоянии. Также Анатолий Пахомов посоветовал Сочи Автотрансу организовать в компании службу безопасности, которая в том числе будет выявлять коррупционные схемы. Такая служба уже есть в спецавтохозяйстве и уже есть реальные результаты работы. В частности, по борьбе с неучтенным мусором, за который платят мимо кассы. Администрация активно пытается пресекать каждое такое нарушение. За полтора месяца на 500 тонн уменьшилось количество мусора. Знаете, сколько безопасники спецавтохозяйства выявили водителей, которые левый мусор возили? 46. Я правильно называю? 46 водителей. Эти водители брали левый мусор. Но он для нас обходился, его же отвезти надо. Для нас обходился там 15 тысяч рублей тона, да? А они брали за 1500. Но он же на карман себе взял. То есть какой вред наносили. Обсудили на планерке и подготовку к курортному сезону, который большим праздником стартует в ближайшую субботу. Арендаторам пляжных территорий Анатолий Пахомов посоветовал ускориться с наведением порядка на береговой линии. Ведь в Сочи уже немало туристов, и они уже активно отдыхают у воды. Недочеты в работе показала и проверка детских здравниц и лагерей. Например, в санатории «Пионер» нет видеонаблюдения и сплит-систем. А «Морская звезда» и вовсе последние месяцы работала без паспорта безопасности. Все проблемы нужно решить в срочном порядке и активно готовиться к старту программы детского отдыха. Ею должны быть охвачены 98% школьников. Это лагеря труда и отдыха, турпоходы, экспедиции. Планируется охват школьников города другими формами. Из них самое важное для нас – это 146 досуговых площадок по месту жительства. Мы планируем, что ежедневно эти площадки будет посещать более 3000 детей. Там с детьми будут заниматься волонтеры и аниматоры, в том числе 217 ребят, которые прошли специальное обучение в школе вожатых. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.